Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Можно с уверенностью сказать, что без пяти минут весна, но февраль пока не сдается. Подробнее о погоде расскажут синоптики. Субтитры предоставил DimaTorzok В Карачаево-Черкесии по итогам модернизации первичного звена здравоохранения улучшена материально-техническая база медицинских организаций. Обновлен автопарк, строятся и ремонтируются лечебно-профилактические учреждения. В частности, за прошедший год было приобретено три многофункциональных хирургических стола с электроприводом, аппарат рентгеновский стационарный цифровой, три системы ультразвуковой визуализации, пять электрокардиографов многоканальных профессиональных. Приобретение современного оборудования способствовало улучшению доступности и качества медицинской помощи в сельской местности, уменьшению сроков ожидания медицинской помощи, ранней диагностики хронических неинфекционных заболеваний. Также был завершен капитальный ремонт ФАПа в Бавука. Завершается и строительство врачебной амбулатории в Арсаконе. Ведутся работы по капитальному ремонту районной поликлиники в Учкекене. В Астрахани прошел международный фестиваль премия «Каспий-2022». Наш земляк, талантливый автор, исполнитель и шоумен Руслан Идиев стал обладателем этой премии. И в эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белле Джозаевой об участии в этом мероприятии, о своем песенном творчестве и о том, чем он занимается, какая у него основная работа. Доброе утро всем. Доброе утро, Руслан. Рада тебя видеть у нас в гостях. Ты с очередной победой. Хочу сказать о том, что ты мало того, что работаешь на серьезной работе, ты еще и очень творческий парень. И вот совершенно недавно ты был в городе Астрахани, где проходил международный фестиваль, конкурс. Называется премия «Каспий-2022». Приехал ты оттуда победителем. Естественно, мне хочется узнать, что там происходило, как это все происходило, какие страны были представлены. Что ты представил на суд жюри, что ты стал обладателем этой премии? На самом деле эмоции до сих пор переполняют. Я бы рассказывал, рассказывал очень много, постараюсь вкратце. В общем, это международная премия, международный такой молодежный фестиваль. Он проходит ежегодно у них. Познакомились со многими ребятами. И причем, просто к чему я вот так подвожу, такие же, вроде 700 километров, другой регион, другие правила, другие нации. Но настолько все родные. На одной волне. На одной волне, да. Мы ездили с Муратом Гачьяевым, это мой друг, коллега. Оба получили эту премию. Но как нас встретили, как будто мы на Кавказ. Ну, в принципе, это и есть Кавказ, только другой. Только другой, да. Там очень много казахов, азербайджанцев, русских очень много, дагестанцев очень много. И, ну, все равно, как будто домой, ну, другой. И город такой старый. Вроде бы, что-то вот должно быть такое сверхъестественное. А люди такие же, как мы. Очень круто. И что касается фестиваля, да, мы отправляли свои песни. Организаторы выбрали эти песни и уже приглашали по ним к себе на концерт. И нам эта премия, в принципе, досталась, не скажу, чтобы с легкостью, но мы особо не утруждались ее получить в том плане, что местные, кто живет в Астрахани и рядом, они проходили целый отбор, чтобы получить эту премию. Они их выставляли на голосование. Это голосование было закрытым. И результаты были известны только 4 февраля. То есть до этого никто не знал, кто победит и так далее. Было много номинаций. Мы получили номинации за развитие авторских песен. Были лучшие ведущие, лучшие блогеры. В общем, все-все-все молодежное, ну и чуть-чуть, конечно, старого. Концерт был на высшем уровне. Говоря за концерт, реально артисты у нас соскучились. Ну, два года перерыва. Да. Эта площадка, этот зритель, софиты, аплодисменты, это много стоит. А нам что остается здесь? Пока ждать, надеяться и выступать на свадьбах, наверное. Руслан, а какие страны были представлены? Страны. Азербайджан. Была азербайджанская группа. Их было трио, очень прикольные такие молодые пацаны. Мы тоже подружились, обменялись контактами. Был певец из Узбекистана. Были местные певцы, артисты. Дагестан, опять же. И мы два представителя из Карачао-Черкесии. Скажи, пожалуйста, что ты представил на суд жюри? Какая это была песня? Кто автор? Это была авторская песня совместно с Марьям Хабовой. Есть такая поэтесса, она из Кабардино-Балкарии. Она прислала мне стихи, говорит, Руслан, попробуй. Но я немножко переделал. Музыка твоя? Добавил туда свой припев, да, конечно. Поставил мотив и записал. Ну, песня уже года два, наверное, и вот-вот она даже на сегодняшний день еще в трейде. Какого плана эта песня? Она про любовь. Эстрада? Романтика. Эстрада. Ну, ты же исполняешь не только эстраду, но и национальные. Конечно, карачайские в основном. Ну, как карачайские. И на карачайском пою, и на русском. Ну, лесгирка. Ну, честно говоря, я не знала, что ты пишешь музыку. Как давно? Все началось со школы, на самом деле. У нас как на Кавказе. Ты идешь утром в школу, после школы у тебя либо музыкалка, либо что-то творческое, вечером на борьбу. И вот так вся моя школьная жизнь прошла именно так. Ну, борьба борьбой. Хорошо, что уши не поломаны. Тебе нельзя ты же артист? Выбрал такой творческий путь, наверное. И это постоянное участие в хорах, постоянные вот эти творческие показы. Потом меня заметили, раскрыли как ведущего. Подожди, давай начнем с того, что все началось с КВН. Мы с тобой уже об этом говорили. КВН тебе дал этот полет, как ты рассказывал. Я не спорю. Ты что-то, вот есть такое выражение, мы выросли, да, все из КВН. Даже многие артисты это говорят. И у тебя же тоже по такому сценарию это развивалось? Конечно, конечно. Ну, конечно, чтобы играть в КВН, нужны творческие предпосылки. Данные, конечно, конечно. Но КВН это такая игра, там ты не обязан быть именно всем. Ты певец, окей. Ты актер, окей. Ты пишешь шутки, уже хорошо. Даже люди, которые просто стоят и говорят там, а может вообще не говорят слов на сцене, они тоже получают свой адреналин и тоже вот какой-то опыт, они учатся. КВН, да, очень дал многое. Раскрепостил, я так скажу. КВН раскрепощает. Вот это правильное слово. И, кстати говоря, я был в Астрахани пятый раз за свою жизнь. И четыре из них я ездил на игры КВН. У них есть официальная лига Каспий. И я являюсь чемпионом этой лиги в составе Ростовского медицинского государственного университета. Нота Бена называлась командой. Ну, я не помню, год, но мы выиграли лигу Каспий. Но ты скучаешь по КВН? Я очень скучаю по КВНу. И жалко, что у нас в республике все-таки его нет. Вот сейчас вообще нет. Я не знаю, может быть на каком-то университетском уровне что-то есть. Я знаю ребят, которые хотят этим заниматься, развивать молодых, молодежь. Но поддержки нет. Нет поддержки. На сегодняшний день, как мы понимаем, ты не просто автор, исполнитель, ты еще ведущий. Что тебе ближе по духу? Вот когда ты себя чувствуешь в особой гармонии на сцене? Ведь не все певцы ведущие, не все ведущие певцы. Согласен. А у тебя это получается? Ну, знаете, у меня нация, да, я карачавец. И у нас на свадьбах в основном, я веду не только карачаевские свадьбы, но буду за них говорить. В основном все певцы, они и есть ведущие, да, как бы. Но это более такие традиционные моменты, да. Но ведущий, это не значит, что он вышел и объявил там следующую песню. Ну, да. Я не об этом. Я не знаю, как объяснить. Гармония, наверное, все-таки больше певец. Ведение, просто, как вы сказали, у меня язык подвязан. Иногда у меня получается так, что я много разговариваю, и это людям нравится. Поэтому... Ну, на таких мероприятиях так и должно же быть? Я не спорю, так должно быть. Для меня мероприятие, то есть свадьба, торжество, неважно, юбилей, должно быть веселым. Не просто вышел, объявил серьезным лицом, а следующий артист вышел с каменным лицом, что-то спел, обратно зашел. Мероприятие – это веселье. Я люблю делать конкурсы разные. Я люблю заводить народ, чтобы они двигались, кричали, орали. Потому что они приходят туда... Чтобы отдохнуть. Чтобы отдохнуть. Но, опять же, небольшая отсылочка, а у нас в основном как? Приходят, чтобы посмотреть. Этот в этот одет, то вот так кушает, а этот вот так танцует, а этот поправился, а этот похудел. Твоя задача – отвлечь от этого всего. Да, мне надо отвлечь, чтобы люди пришли отдыхать и не забивались в свою голову лишними темами, которые они и так в подсоединенности видят. Ну, теперь давай на серьезную тему. Давайте. Ты же у нас парень, который работает, скажем, старшим специалистом по исследованиям Центра управления регионом. Правильно? Совершенно верно. ЦУР. ЦУР. Как говорят в народе. Центр управления регионом. ЦУР. Серьезная организация, серьезная у тебя работа. Что здесь у тебя происходит? Почему ты решил совместить вот эти две совершенно разные сферы деятельности? Признаюсь честно, я начну сдалека. Я вернулся в республику, в родную республику около четырех лет назад. И я начал не то что заниматься творчеством, у меня так пошло, что я начал вести свадьбы, мероприятия. Мне некогда было официально трудоустроиться и работать. Любил спать по утрам и так далее. Но это была хорошая жизнь, здорово. Но так как я прошел очень бешеную школу именно в университете, другие направления, да, я являюсь кандидатом политических наук, я об этом уже уточнял, у меня высшее экономическое образование. И я осознавал, что это терять тоже нельзя. Творчество творчеством. Я не хочу, чтобы оно заканчивалось, но человек, по моему мнению, должен быть разносторонним. Я могу и в футбол утром пойти поиграть с ребятами, и в волейбол, и в баскетбол. Это что касается спорта. Но ты еще и завидный жених, давай скажем, как есть. А, ну это нет. Нельзя говорить? Да можно, конечно, я холост пока что. Даст Бог, даст Всевышний. Все будет. И это будет. А что касается ЦУРа, да, я старший специалист в области исследований. Я в основном занимаюсь онлайн-социологией, мы ее называем так. Как я исследую и узнаю мнение граждан нашей республики, объединяю их мнение, обобщаю и выдаю уже отчет своему руководителю и, конечно же, органам местного самоуправления. Что тебе нравится в этой работе? Мне нравится в работе то, что я первый узнаю мнение людей. То есть мы проводили тему вакцинация, была до Нового года. Ну, как бы все знают, что такое вакцинация, кто вакцинировался, кто не вакцинировался. Чем хороша онлайн-социология? Ты не стоишь над душой у человека. То есть он увидел опрос, он его прошел, он абсолютно анонимный, он его закрыл, но он сказал правду, потому что его никто не заставлял, из него не вытягивал. Там есть вопрос, есть варианты ответа, ты выбираешь. Его никто не видит, его никто не знает, правильно? Да, ты его увидел один раз, прошел и все. Мы о нем только знаем, сколько ему лет, если он указал это правильно, конечно, и где он живет. Ну, чтобы консолидировать, да, к примеру, вопрос, вы вакцинированы на данный момент? И варианты ответа там, да, нет. А до этого был вопрос, сколько вам лет, 18 лет, например. И мы узнаем после консолидации этого всего объединения, что вот 18 лет, граждане 18 лет привиты столько-то. Руслан, а как вопросы вы придумываете? Вот тема, откуда берете эти? Ну, вакцинация понятна. Нас курирует Москва, то есть мы не обособленная организация, мы подчиняемся, называется ОНО «Диалог», автономная некоммерческая организация «Диалог». Существует около двух лет уже, по-моему, ЦУРу тоже Карачева-Черкесии исполнилось в декабре ровно год. Они нас курируют, то есть, почему так получается? То, что мы здесь делаем, объединяем, да, именно по региону, а у нас более 80 регионов, если я не ошибаюсь, в России. Вот эти все данные они тоже получают и по-общему в России уже объединяют все данные и предоставляют, наверное, уже правительству Российской Федерации. Понятно. Очень интересно, очень. Да, действительно, это очень интересно. Я думаю, для твоей творческой натуры тем более. Я думаю, что у тебя в жизни все сложится самым наилучшим образом. Спасибо. Дай Бог, чтобы было побольше таких позитивных людей, как ты, даже если тебе, наверное, не всегда позитивно ты этого не покажешь. Спасибо. Я желаю тебе успехов, я желаю тебе удачи и спасибо, что был гостем нашей программы. Спасибо, все взаимно. Спасибо большое. Спасибо. В известный горнолыжный Домбай туристы приезжают годами. В основном все они увлекаются зимними видами спорта, любуются красивым пейзажем и обожают национальную кухню. О впечатлениях гостей в нашем традиционном опросе. Как вам Домбай? Великолепно, очень красиво. Сравниваем Сочи с Подмосковьем, с Ленобластью. Конечно, великолепные виды, очень красиво. А куда вы приехали? Из Петербурга. Ну, мы из Краснодара, так, в Питере. А вам? Супер, понравилось. Очень классно. А что особенно нравится? Нравятся виды больше всего. Вот, не встретишь такого больше. В Сочи, как бы, тоже есть, но оно все дальше, а здесь как будто прямо в гору въезжаешь. А люди какие? А люди здесь. Поддерживаю предыдущего оратора. Скажу, что люди очень хорошие, гостеприимные, отзывчивые. Все нравится. А еда как? Ну, мы недалеко живем, кушаем так же баранина. Так что у нас все хорошо с этим. Из Москвы, Алексей. А скажите, пожалуйста, как вам Домбай? Домбай? В принципе, неплохо. Вот, первый день открыли эту верхушечку. Нравится? Я думаю, еще вернемся. А вам? Домбай классно. Десять лет назад здесь был, вот вернулся, решил повторить. Все нравится, все классно. А особенно что нравится? Природа. Самая лучшая природа из тех, что я видел. Мой город. А откуда? Ижевск. Мне нравятся крутые склоны. Можно развить довольно быструю скорость. Местная кухня вообще супер, бомба, прям очень вкусно. Здесь, конечно, везде красиво. Больно падать, но красиво. Это того стоит. А что из еды понравилось? Местные, ну, которые здесь блюда есть, там вот с мясом, что-то связано с картофелем. Ох, и чин с мясом, это прям вообще обожаю, прям мою любимую, наверное. Вообще все нравится, супер. Только погода один день хорошая, а все остальное не очень было. Ну, особенно здесь нравится. Еда вкусная. И еда вкусная, и компания у нас хорошая. Все очень нравится, все классно. Очень красивый вид. Мы поднялись вот туда, там вообще вид обалденный, дух захватывает. Собственно, зачем ехали, то и получили. А вы откуда приехали? В Москва. Вика. Александр. Мы из Санкт-Петербурга. Первый раз здесь. И как вам Донбай? Очень круто, очень круто. Очень впечатляет, просто прекрасно, завораживает вид. Тепло приняли здесь очень. А что особенно вам понравилось? Ну, горы, конечно, вид такой, замечательный. Вот, проводим здесь вместе отпуск. А будете еще возвращаться сюда? Да, мы хотим еще летом попробовать здесь побывать. На разные экскурсии попасть. Хорошие спортивные новости приходят из северной столицы. В Санкт-Петербурге прошло первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 23 лет. Николай Миланченко из Карачаева-Черкесии в составе сэтафетной команды 4 по 400 метров завоевал золотую медаль. Тренирует спортсмена Валентина Григорьевна Вяльцева. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Хорошего всем дня и встретимся завтра.